Здравствуйте! Вы смотрите новости Белорецка на телеканале ЮТВ. С вами Адель Хайрулина. Пришло время узнать, что нового и интересного произошло в Белорецком районе за минувшую неделю. Итак, смотрите в этом выпуске. В Белорецке началась реконструкция восьмой школы. В нашем городе заработал ресурсный центр социальных инициатив «Сектор ПРО». Студия мультипликации для детей с ограниченными возможностями здоровья откроется 11 сентября. Белоречанка Олимпия Махиянова стала двукратной чемпионкой мира по борьбе на поясах. В Башкирии ликвидировали все лесные пожары. В Башкирии растет число бездомных. Расскажем о белоречанах, помогающих людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В Белорецке началась реконструкция восьмой школы. Об этом на своей странице в соцсетях написал глава района Андрей Иванюта. Подрядчик ООО «Геострой» получил ключи от здания и начал разбор кровли. Каждые две недели на месте будем контролировать ход реконструкции, совместно с подрядчиком решать возникающие вопросы. Напомним, сумма контракта более 500 миллионов рублей. Работа планирует завершить до конца 2023 года. В Белорецке заработал межрайонный ресурсный центр социальных инициатив «Сектор ПРО». Он будет помогать людям, которые хотят открыть некоммерческую организацию или заняться социальным предпринимательством. В центре они смогут получить помощь в сборе документов для участия в федеральных и республиканских программах на получение грантов. До конца года на базе Белорецкого ресурсного центра откроют региональную площадку по профилактике и разрешению социальных конфликтов. Также руководитель центра Людмила Костригина планирует проводить ярмарки социальных инициатив. В Белорецке появилась первая студия мультипликации для детей с ограниченными возможностями здоровья. Она откроется 11 сентября. Этой весной центр детского чтения «Синяя птица» стал победителем гранта главы Башкирии. Уже открывает набор обучающихся младшего и старшего школьного возраста. Занятия начнутся в сентябре. Для записи в студию можно написать в группу ВКонтакте центра детского чтения «Синяя птица» или позвонить по телефону, указанному на экране. Жители села Зуяково Белорецкого района отремонтировали дороги в селе. В течение лета сельчане проводили субботники. С помощью собственной техники отсыпали дороги и выравнивали их обычными лопатами. Так они отремонтировали 7 из 10 улиц, отсыпали более 7 километров дорог. Также зуяковцы построили ограждение железнодорожных путей. В последнее время участились случаи наезда поездов на домашний скот. Белоречанка Олимпия Махиянова стала двукратной чемпионкой мира по борьбе на поясах. На первенстве мира среди юниоров 15-17 лет Олимпия завоевала титул чемпионки мира во второй раз. Впервые она получила это звание два года назад. В трех схватках со счетом 6-0 наша землячка победила чемпиона Кузбекистана, Казахстана и Киргизии. Олимпии 17 лет, она учится в восьмой школе. Уже много лет ежедневно ее тренирует отец Айдар Махиянов. В Башкирии ликвидировали все лесные пожары. Все это благодаря слаженной работе пожарных, лесничьих, волонтеров и спасателей Госкомитета по чрезвычайным ситуациям. С последними пообщалась наша съемочная группа. Подробности смотрите далее. Словно кадры из военного фильма, но все это происходило три недели назад. На кадрах военная техника производит опашку территории в Межгорье, чтобы защитить лес от пожара. Автор видео спасатель Павел Дземин. Вместе с коллегами он участвовал в тушении этого пожара. Мы проводили опашку территории, чтобы огонь не выходил, дальше не распространялся. Делали ее. Потом тушили также пожар сам. Разведку проводили. Выявляли очаги, где находится. И также контролировали, где опахивать и как делать быстрее, чтобы он дальше не ушел. Белорецкие спасатели приняли участие в тушении пяти лесных пожаров. В Баймаке, Межгорье, Авзяне, на территории Мраткина и на Инзерских зубчатках. Последний оказался одним из самых сложных из-за труднодоступности местности. На Инзерских зубчатках самая сложность была это с подвозом воды, потому что местность очень удаленная, то есть там от Терляна далеко. То есть ехать до Большого Инзера, там река, где набирался транспорт водой, там примерно, наверное, минут 40, наверное, ехать. То есть ждать это долго, потому что там, говорят, труднодоступные места. Иногда возникали ситуации, когда помощь требовалась самим спасателям. Был случай, не наш спасатель. Наступил в муравейник нечаянно и ожог 3 степени получил, потому что муравейник после пожара основного, то есть остается муравейник. Мы же все знаем, что муравейник кучкой вот так вот. А когда он сгорает после пожара, то есть он как бы, как обычная земля. То есть наступаешь, а внизу там еще где-то полметра, то есть а внизу там печка. То есть наступаешь и у тебя просто сгорает все. Вот он наступил и получил ожог 3 степени. С наступлением осени лесные пожары в Башкирии затихли. По информации на 10 сентября новых очагов изгорания не обнаружено. Сейчас власти делают выводы, анализируют причины и последствия пожаров. К 1 ноября в Башкирии будет разработана новая стратегия обеспечения пожарной безопасности. Об этом заявил глава республики. Мы к 1 ноября, во-первых, не представят дополнительные меры по подготовке к пожароопасному сезону. Вот что-то нам подсказывает, и климатическая обстановка такова, что пожары, наверное, будут становиться все более и более частью нашей жизни, если мы как-то особо к ним не подготовимся. Поэтому к 1 ноября мне наше управление ЧАЭС представит, правительство представит целый полный пакет. Там что будет? Там мы договоримся с большими крупными предприятиями, у которых есть большие трактора, чтобы в пожароопасный сезон они уже расчет сил делали таким образом, чтобы были готовы в 24 часа по первому звонку трактора сажать на трейлер и отправлять в те районы, где будут пожары. Они ведь не только в Урале были и будут. Они могут в любой части нашей республики. Поэтому с тяжелой техникой мы будем так вопрос решать. Всего с начала сезона на территории республики возникло более 400 лесных пожаров, что на 300 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сгорело более 14 тысяч гектаров леса. Это на 9 тысяч больше, чем в прошлом году. По данным Минтруда, в Башкирии на начало года насчитывалось около 5 тысяч бездомных. И это количество постоянно растет. Пока власти думают, как помочь бомжам, обычные люди создают волонтерские группы помощи. О людях, не оставшихся в стороне от чужой беды, расскажем в нашем сюжете. Меня вообще раздражает то, что люди иногда просто безразличие людей. Это просто самое страшное в жизни любого человека, в жизни общества, потому что это реально просто разлагает общество. История Тагера Хисматулина получила общественный резонанс этим летом. Мужчина написал пост в группу ВКонтакте, подслушанный в Белорецке. Он рассказал о том, как помог бездомному, который более трех суток лежал на асфальте возле торгового центра. Первый раз я его увидел 27 июля. Я думал, что он умер, так как мухи кружили над ним, и он был с открытым ртом. Люди проходили мимо, как будто это норма, написал Тагир. Я вначале к нему подошел и хотел ему посмотреть, жив он или мертв. И обычно, когда человек, если лежит, я сразу проверяю пульс, стараюсь проверить. Конечно, нужно осторожно быть, потому что реакция бывает разная. То есть нужно спросить его вначале. Женщинам я советую, конечно, лучше его не трогать, а просто спросить там. Если что, там, соответственно, вызвать полицию, скорую помощь там по обстоятельствам. Я к нему подошел, спросил, ты живой? Я, ну, вначале посмотрел, что грудная клетка у него двигается. И, соответственно, я понял, что он живой. И я его попытался там растолкать. Я говорю, ты живой? Он такой, да-да-да, ну, как-то вот так-то отреагировал, так немножечко так. И потом, я думаю, его приподнять надо. Позвал мужчину, который рядом проходил. И он, конечно, так его поломал немножечко, то, что я втянул его в эту ситуацию. Но все равно он из-за того, что я попросил, кое-как поднял. Потом, что меня удивило, что на его теле, в носу, там, в глазах были личинки. Для меня это вообще, ну, так тоже жутко было, что они уже отложили яйца и начали там прям просто роиться, там, ну, кишить. И просто я такой думаю, ой, думаю, что делать там вообще. Ну, ладно, поднял его, думаю, все. Я, как первый человек, помолился за него, сказал о Христе. И, соответственно, ну, поехал дальше. Но мысли о бездомном не давали Тагиру покоя. И через два дня он вернулся, чтобы проверить, как у мужчины дела. Я, проезжая мимо, посмотрел, ну, что его здесь уже, соответственно, не было. И я решил круг сделать, заехал сюда, проехал здесь. И смотрю, он здесь уже на асфальте лежит, вот на этом месте. И я думаю, ну, ночи уже тогда все равно были прохладные, уже холодные такие. И, соответственно, думаю, он же может уже не выжить. Тем более состояние его здоровья было уже, ну, оно действительно желало лучшего. У Тагира не было с собой теплых вещей. Он укрыл мужчину картоном и уехал. Позже он еще несколько раз приезжал и интересовался судьбой бездомного. Недавно Тагир узнал, что мужчина умер. Возможно, трагической ситуации можно было бы избежать, если бы власти и люди обратили внимание на данную проблему. Чаще всего люди оказываются на улице по нескольким причинам. Это переезд в другой город, потери работы, обман недобросовестных риэлторов и многое другое. В России создаются боготворительные организации, которые стараются помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Такая группа помощи есть и в нашем городе. Анастасия, Ольга и Мария организовали сообщество «Твори добро». Предложила Настя Фокина. Вообще я давно-давно занималась. Ездила в приют с девочкой с одной, мы возили им вещи, помогали канцелярии. Ну, крайне так редко по праздникам, там, на Новый год, к первому сентября. И потом мне Настя написала, что у нее есть такая идея организовать группу, и меня пригласила. Я долго думала, не хотела, если честно, этим заниматься, потому что нехватка времени. Ну, в общем, мы все-таки решили попробовать. Вот, наверное, когда в ноябре уже будет год в нашей группе. Я не знаю, откуда такое желание, честно. Просто вот как-то оно само собой получилось. Ну, вот, ну, нельзя этим не заниматься. Есть возможность помочь, я помогаю. Как не помочь? Девушки собирают вещи и предметы первой необходимости для нуждающихся. Помогают им оформить документы и раз в месяц готовят боготворительные обеды. Гобачок можно, да? Да. Спасибо, благодарны за вашей группе и за ваших девочек. Фамилии не знаю. Спасибо, все. Сейчас тяжелая и трудная жизненная ассоциация. Тоже вот с питанием маленькая проблема. Приходится вот так ходить. У нас много носите по этому? Ну, не я один здесь, что же много. Это вообще очень хорошее дело. Жители помогают бездомным и малоимущим, как могут. Весной в нашем городе появилась полка добра, где любой желающий может оставить продукты, а нуждающиеся могут их забрать. А в Уфе парикмахер Татьяна Овсянникова показала кардинальную смену внешности бездомных после стрижки. На своей странице в Инстаграме она опубликовала серию снимков подопечных волонтерского центра «Парикмахер добра». Сколько в России бездомных, не знает никто. По оценкам МВД, от 1 до 4 миллионов человек. Боготворительная организация «Ночлежка», которая помогает бездомным, сообщает о полутора миллионах. Алина Таюпова, Альбина Закирова, городской телеканал ЮТВ. На сегодня это все. Я благодарю вас за внимание. Смотрите новости Белорецкого района каждую пятницу в 20 часов, а также подписывайтесь на нашу страничку в Инстаграм ЮТВ Белорецк. Будьте с нами, будьте в курсе всех событий нашего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова